Доброе утро, друзья! Московское время 8 часов 45 минут. В понедельник мы начинаем традиционный прямой эфир. Наша сегодняшняя тема – это как разгадывать сновидения. Сейчас одно из самых благоприятных моментов для того, чтобы смотреть «Вещи и сны», потому что Новый год, Рождество – это то время, которое традиционно считается для предсказаний, гаданий, анализа очень благоприятным. Все к Новому году и во время праздников подводят итоги года, намечают планы на будущее, поэтому этот период очень благоприятен. Для того, чтобы приступить к этой теме, к ее анализу, расшифровке и объяснению, я хотел бы, чтобы кто-то написал, как меня слышно сегодня и из какого города. Пока у нас остальные еще присоединяются. Пара строк. Город такой, слышно отлично. Если нет, другой наушник отдел, стационарный. Отлично слышно. Кира, напишите, вот то, что я вам сегодня в подсказках написал, вам было понятно относительно вашей ситуации? Если нет, то пару слов еще расскажу, это будет другим понятно. Ольга, здравствуйте. Киров. Хабаровск. Кристина, доброе утро. Ну, здорово, слышно меня прекрасно. Давайте тогда буду рассказывать об этой теме, чтобы не тратить много времени на теорию, а больше оставить время на практику, потому что практика наше все. Практика, критерии, истины. Итак, сновидение видит любой человек, на мой взгляд, и, собственно, научные данные тоже об этом свидетельствуют. Есть, конечно, человек здоров, да, если у него какие-то там совсем проблемы со здоровьем, с психикой, то он может не видеть снов, там, всего каких-то медицинских особенностей. Но, в принципе, сны видит любой человек. Есть, конечно, когорты людей, которые говорят, я не вижу снов, мне это недоступно, да, и если это бывает, то не со мной. На самом деле они глубоко заблуждаются. Сны видят все люди, это доказанный факт. Более того, сновидение – это нормальная часть психической жизни, психического процесса. И если по каким-то критериям эти люди, вы себя к ним относитесь, да, то есть очень хороший способ, как наработать возможность видеть сны. Просто это, на самом деле, рефлекс. Кому-то, да, от природы, и не надо никаких усилий предлагать для того, чтобы это было в жизни. Те люди, которые не видят снов, им просто нужно этот навык сформировать. Как это делается? Очень просто. Перед сном, когда вы засыпаете, вы даете себе мыслительную установку. Проговаривайте про себя. Я обязательно увижу сегодня сон и его запомню. И вот таким людям я рекомендую, да и в принципе любому, тот, кто хочет фиксировать сны, либо девайс, сейчас очень удобно, да, можно что-то там в мячке написать на утро, либо блокнотик с ручкой для записи. И вот такие установки себе давать каждую ночь до тех пор, пока сновидения не придут, и они не станут стабильными, регулярными, ну, хотя бы раз в неделю, чтобы вы их точно видели. И тогда эта проблема исчезнет. Потому что, на самом деле, сны видят, еще раз говорю, что люди все, просто не все их запоминают, и бывает у человека ощущение того, что он этот сон не увидел, ускользнул. Вообще сон состоит из нескольких фаз, так называемого, быстрого сна, или вторая фаза медленного сна, глубокий или поверхностный сон. Наверняка, если вы видели спящих людей, да, то в определенный момент времени у них там как бы глаза вот так вот бегают, если вы наблюдали за этой картиной. Или младенец, когда спит, тоже вот он одно время может лежать неподвижно, а потом у него начинаются какие-то движения, и вот в этих движениях видно, что что-то происходит. На самом деле в этот момент человек видит сновидения. И таких фаз их несколько происходит, поэтому мы каждую ночь видим несколько снов. Но, как правило, человек запоминает какой-то один, да, вот самый последний сюжет, который он видел. Есть, конечно, такое явление у более продвинутых людей, когда сон во сне. Вот если вы смотрели фильм «Начало», да, то у вас одна может быть картинка, внутрь, если входишь, другая, внутрь входишь, третья. Есть люди, которые так видят сны и способны это делать. Но наша задача хотя бы состоит в восстановить функцию того, чтобы видеть хотя бы один сюжет. И когда вы эту картинку последнюю перед просыпанием схватили, запомнили, да, вы можете размотать клубочек и увидеть тот сюжет, который вам снился. Парадокс в том, что очень редко сны идут вот так вот напрямую, когда у человека какая-то точная информация идет прямо так, как она будет в реальности. В основном все видят символические сны, то есть какие-то вещи, которые указывают на что-то. И язык символизма, он все время разный, и у каждого он свой индивидуальный. Поэтому, чтобы научиться разгадывать сон, нужно составлять сонник. Причем сонник у каждого должен быть индивидуальный. Не бывает похожих людей на 100%, не бывает похожего опыта. Мы все отличаемся. Поэтому символизм, который присущен вашему сну, вам придется разгадывать самостоятельно. И для того, чтобы понять, что вам снится, нужно первое, знать историю вашей жизни. Второе, это знать, что у вас происходит на данный момент времени. И я, допустим, работая с клиентами, всегда использую информацию о снах, потому что все клиенты, с которыми я работаю в программе, они все записывают сны. Это огромный пласт информации. Даже человек, если сам не понимает, что происходит в его подсознании, имеет на это полное право, особенно если он только начинает практиковать работу со своим внутренним миром, то я по характерам картины, которые он запоминает, уже делаю определенные выводы. Да, проходит работа с подсознательным, либо не проходит на должном уровне, либо что-то еще оттуда начинает показываться, что имеет огромное значение. Поэтому сны надо научиться просто записывать. И если вы даже не понимаете, о чем сон, о прошлом, о настоящем, о будущем, то ваша задача просто его профиксировать. И потом, проходит, допустим, неделя, либо месяц, вы можете обратно вернуться, ретроспективно посмотреть, вспомнить картинку, которую вы записали, и проанализировать, что было потом, с чем это было связано. Потому что сны бывают вещи, сны бывают просто информационные, связанные не сколько с вами, а сколько с социумом. Такие явления тоже видел. Бывают сны, связанные с тем, что вы просто получили какое-то впечатление за день, и его не переработали до конца, и во сне все это дело продолжается. То есть, допустим, какой-то фильм посмотрели, и он вас эмоционально задел. И во сне вы можете увидеть продолжение этого фильма или еще раз эту картинку прокрутить в своем сознании. Поэтому сон, он помогает нам восстанавливать, снимать стресс, восстанавливать эмоциональный баланс – это его одна из основных функций. Поэтому, если вы перегружены эмоциями, их не утилизируете, то это будет происходить во время сна. Но если эмоции вообще зашкаливают, у вас огромный стресс, и вы никак не можете его переработать, то это все, к сожалению, будет порождать другие проблемы. Сны будут в основном о каких-то вот таких вот ситуативных переживаниях, но вы не будете видеть информационные или вещи сны. Какая же технология разгадывания снов для самостоятельной работы? Все очень просто. Нужно научиться вызывать сны те, которые вы хотите, относительно той или иной информации, которая вас на данный момент интересует. Ну, если вы прошли первый этап и восстановили связь со снами, если вдруг она была потеряна или как-то вы ее не ощущали, то следующий этап – это умение загадывать конкретный сон. Вот как, допустим, у вас какое-то предстоит важное решение, либо пусть вначале даже неважное, то вы можете, если есть выбор, поехать в Таиланд или поехать в США, или в Бангкок. Вот понимаете, вы выбираете место, куда вам лучше поехать. Но вы не можете решить. Примерно все одинаково, расстояние может быть одинаковое, но тем не менее. Поэтому загадывайте себе сон, где я лучше проведу время. И засыпайте. Утром просто записывайте то, что видите, без анализа. Профиксировали, дальше отключились, прошло какое-то время, опять вернулись к этой картинке, посмотрели, какие были знаки, что там шло. Потому что сюжетная линия, которую видели, иногда картинка за картинкой. И где-то там в третьем, четвертом кадре может быть ответ на ваш вопрос, который вы искали, и вот этот образ, сибол, который вы будете видеть, он и будет говорить о том, что для вас лучше. Еще следующий момент, помимо картинки, на что надо обращать внимание, на то, какие ощущения от этого сна. Потому что бывает сон как бы визуально негативный, убийства какие-то, чего, что-нибудь такое, или там, не знаю, драки какие-нибудь. Но на самом деле он очень часто несет позитивную составляющую, если на душе вам в этот момент, в принципе, хорошо. И вот такое послевкусие ото сна, оно очень позитивное. Поэтому вот это нужно тоже оценивать, и тогда анализ будет более точный и полный. Поэтому если сниться что-то, как вам кажется, негативное, это не всегда есть плохо. Это может говорить о том, что какой-то конфликт, стресс выходит наружу, и он таким образом трансформируется. Бывают нейтральные сны, но на самом деле, говорящие о каких-то неблагоприятных ситуациях. И вот это послевкусие от сна об этом и говорит. А сложность еще анализа снов в том, что существует огромное количество сонников, которые по одному и тому же говорят разные вещи, и это связано с тем, что мы все разные, как я уже говорил, и поэтому у каждого сонник должен быть свой. На самом деле нужно потратить примерно год времени для того, чтобы разобраться в собственных снах. Это минимум. Это реальные цифры, на которые надо ориентироваться. Ну, чтобы стать совсем уже человеком, который разбирается в собственных сновидениях, и этой части жизни отводит должное внимание, соответственно, для того, чтобы жить более осознанной жизнью. И научиться трактовать собственную интуицию. Потому что, да, сон – это интуиция. И я вот там писал техники в последних постах, как работать со сном для того, чтобы оздоравливаться. И про это и про многое другое я буду в будущем курсе, который у нас стартует в это воскресенье в 19.00, который называется «Исцеление», буду рассказывать. Если вы не видели анонса, который был несколько постов назад, на понеделье я это писал, то вы можете отправить заявку в Директ и поучаствовать в четырехнедельном, в месячном курсе, если у вас какие-то проблемы со здоровьем есть, и вы хотите от этих проблем избавиться. Я буду давать те скрипты, которые я наработал за более чем 20-летнюю практику. И дальше вы будете их применять к себе и работать. В том числе будут даваться техники работы со снами. Но это не будет на первом занятии, потому что, чтобы к снам профессионально подойти и хорошо это разобрать, сначала нужно основополагающие моменты усвоить и начать с ними работать. Поэтому, если у вас какая-то хроническая патология есть, и вы хотите от нее избавиться, то можете посоединиться к нашему курсу, который стартует в это воскресенье в 19.00 по московскому времени. Достаточно просто отправить заявку ко мне в директ, и тогда я вам обратно письмо вышлю, что нужно сделать для того, чтобы подключиться к курсу. Стоимость всего будет 5000 рублей. Это не очень дорого, на мой взгляд, по сравнению с тем объемом информации, который вы получите. То, что я накопил за более 20-летнюю практику, вы получите все буквально за месяц и будете практиковать уже начиная с первого занятия, для того, чтобы ваша жизнь стала лучше, вы бы стали здоровее. И это произошло естественным путем. Не путем применения каких-то химических препаратов, которые будут ретушировать картину заболевания, как правило, а путем восстановления душевного баланса, путем восстановления духовного собственного потенциала и контакта со своим телом. Вот это называется исцеление. То есть комплексная такая работа. И блок работы со снами, он один из которых, которые я буду объяснять, которые буду давать. И на самом деле сны могут, они и так исцеляют, если вы в стрессе поверхностном, они позволяют его переработать. Если стресс очень сильный, сон может не до конца справиться с этой функцией. Поэтому, если у вас есть такое желание, вы хотите, у вас есть еще возможность попасть в нашу группу. Поэтому заявку в директ и дальше все состоится. Так, несколько вопросов, я смотрю, здесь поступило. Сны вообще не запоминаются, как не было. После сильного стресса я просыпаюсь каждую часть ночи, быстро сыпаю. Но также ничего не помню. Ирина, я объяснял в самом начале, нужно просто давать себе установку и работать, работать до тех пор, пока вы не получите должного результата. А надо ли глубоко копать? Все зависит от ваших задач. Можно вообще не обращать внимания на сны и жить так, как вам живется. Понимаете? Здесь каждому свое. Так, загадывать получается прекрасно. Так, не важно, какое-то решение очень часто приходило во сне. Ирина Лера пишет. Да, так и бывает, потому что, еще раз говорю, что сон бывает доработан. Менделеева таблица приснилась. Это научный факт, как говорится. Почему? Потому что он долго рыл сознательную жизнь в этом направлении. И потом во время сна, когда критика ушла, ушел этот сознательный контроль, бах, все в голове встало на свои места, человеку стало ясно. Я использую сон еще, чтобы лечить других людей. Это следующий уровень. Возможно только после того, когда вы научитесь работать с собой. Поэтому многие спрашивают, а как работать с детьми, со своими? Можно работать, но сначала все-таки я рекомендую разобраться с собой, чтобы у вас на душе было хорошо, чтобы вы испытывали чувство под названием любовь. И только после этого можно это чувство и этот навык распространять на остальных людей. И на своих детей, конечно же, можно, вы несете за них полную ответственность до 18 лет, поэтому вы вправе работать с ними, даже без их согласия, потому что они не все понимают и как бы не за все отличают. А если речь идет о каких-то других людях, взрослых, то это только после их согласия, и вы можете работать за другими после того, когда разберетесь с собой. То есть получите определенный опыт, ну и желательно еще какое-нибудь образование получить на эту тему, потому что без этого то еще очень будет сложно. В чем еще сложность расшифровки снов в том, что человек, во-первых, не понимая себя, не анализируя себя, не может, ну вот, когда он себе эту задачу поставить, с первого раза решить ее на 100%. Еще раз говорю, что хороший сонник можно составить для себя в течение года. Поэтому не отчаивайтесь и работайте в этом направлении, если вам это интересно, и тогда будет результат. Конечно же, моя профессиональная интуиция, мой опыт часто помогает расшифровать сон человека, когда я его вижу первый раз. Но бывает, что это не решается с первого раза, и требуется мне какое-то время, чтобы осознать, к чему это была картинка, потому что надо анамненно человека собрать, посмотреть, повторяете ли это сон, или какие сны человек дальше видит. И тогда пазлы будут складываться. Поэтому это нормально, не нужно по этому поводу переживать. Что я могу сказать? Символизм, который во сне приходит, нужно просто смочь его расшифровать. И очень часто какие-то общие применительные символы, они говорят в принципе о таких вот стандартных вещах. Ну что я имею в виду? Допустим, если сняться вам гора, то это может быть, или гора какая-то одна, это какой-то мужской символ, это может быть папа, это может быть друг, это может быть сосед, то есть какой-то значимый эмоциональный человек, но он пришел к вам в виде символа горы. Либо символ, может человек обозначать, допустим, мужчину, это какой-нибудь нож. Автомобиль, как правило, это ваше тело. Вот если вы куда-то перемещаетесь, на автомобиле, это прообраз вашего тела. Если с автомобилем что-то не так, этот сон может намекать на то, что что-то со здоровьем не то происходит. Либо не те движения в жизни идут. Понимаете? Все равно трактовка, она у разных людей индивидуальна, здесь нельзя так сказать. Поля, равнины, река, это все женские символы. И с одной стороны, может обозначать какую-то женщину, с которой вы сейчас, который говорит о маме, о подруге, о бабушке, может быть. А с другой стороны, может отнести какой-то более глубинный смысл. Допустим, вода очень часто снится, когда у человека хороший контакт с подсознанием идет. Тонет он или окунается глубоко. Это все контакт со своим внутренним миром. Это то, что позволяет человеку лучше настроиться. И мне вот вода в этом плане очень часто снится. И все, что связано с водой, это просто глубокое погружение в свой внутренний мир. Никаков там сюжет, и по этому сюжету я делаю определенные выводы. Еще раз говорю, что Рождество сейчас очень благоприятное время для того, чтобы видеть сны. И сны эти могут говорить об информации, которая будет актуальна на целый год. Не на один день, не на неделю, а на целый год. А может быть даже и на несколько лет вперед. Потому что у меня были вещи и сны в виде символов, которые события я видел за несколько лет вперед. Я просто понимал, что они произойдут, но когда я не знал. Ну, допустим, я уже много раз рассказывал о сне, повторюсь, может кто-то слышит первый раз. Я когда болел псориазом, я все-таки думал, как мне вылечиться. И эти попытки я осуществлял несколько лет. И вот один раз мне снится сон, я нахожусь в окружении каких-то гусар и сидит гадалка, цыганка, которая гадает. И я вот такой, как современный, подхожу и смотрю, они там это дело делают и спрашиваю ее, слушайте, погадайте мне, когда же у меня эта проблема закончится. Она ко мне поворачивается и говорит, тебе даже гадать не надо, у тебя нет проблемы. И вот по ее фразе, по тем глазам, которые на меня посмотрели, по ощущению, я понял, что проблема будет решена. Но я не знал, когда. Это было примерно где-то за полтора-два года до того, когда действительно произошел у меня инсайт и произошло исцеление. Понимаете, да? То есть сны могут часто нести информацию о будущих событиях, которые будут в отдаленном будущем, но они обязательно произойдут. Поэтому я бы на вашем месте на снае обращал внимание. Так, Кира, что вы тут пишете с пациентом подсказку не совсем понятно относительно поступков других людей. Люди поступают так же, как и поступали, только у меня свое отношение к происходящему и так получается. Просто у нас у Кира идет некая переписка в директе, да, относительно ее ситуации. Вся ситуация, опять же, связана с любовью. Поймите, что каждый из нас оказывается в тех обстоятельствах, в которых должен оказаться. И эти обстоятельства максимально подходят для того, чтобы проработать свои внутренние проблемы. Если вы оказались в проблемных семейных взаимоотношениях, то разрывать эти отношения на первом этапе нет никакого смысла. Есть смысл увидеть, осознать те ваши проблемы, которые есть. Допустим, если у вас синдром жертвы присутствует, когда вы находитесь в отношении, где по отношению к вам мужчина проявляет агрессию. Значит, внутри вас есть синдром жертвы, вы запрограммированы на него. Ваши родители вам передали этот месседж, и он в вашем подсознании находится. Вы его, на мой взгляд, должны осознать, переработать. А критерий переработки, это когда ты испытываешь любовь к своему обидчику, когда ты от обиды, от реакции, негатива в его сторону перешел на реакцию любви. Дальше ты переработал тот опыт, который получил ты от родителей в виде их каких-то ошибок, которые являются еще дополнительно программирующими факторами той ситуации. И вот когда ты любишь человека, своего обидчика, который вам плохо делал, и любишь себя в этот момент, вот тогда стоит принимать решение, а идти ли дальше вместе по жизни, или может быть есть смысл расстаться, для того, чтобы эту ошибку в новых отношениях не повторять. Вот все очень с одной стороны просто, с другой стороны не всегда просто можно в обычной жизни это дело реализовать, и людям иногда бывает сложно. Поэтому нужны помощники в виде меня, которые помогают при первой встрече объяснить эти вещи на конкретных примерах, переживаниях, образах. А если человек самостоятельно все-таки не может это трансформировать, то тогда требуется программа, специальный контракт, во время которого человек будет систематически учиться приводить себя в должное состояние, не дожидаясь проблем, а сразу формировать у себя нужное гармоничное состояние, которое со временем закрепится, все внутренние противоречия, которые этому мешают, они покажутся и будут трансформированы. Тогда человек перейдет в устойчивое развитие, в самостоятельное, и все, работа будет не нужна. Но опять же, это нужно тем, кто сам не может справиться. Давайте, друзья, перейдем к анализу снов, те, кто заявился. Психологи, давайте я вас возьму, как вас там зовут. Напомните мне, пожалуйста. Друзья, проверьте интернет и будьте на связи. Потому что бывает такое, что люди заявляются, а потом их вызываешь, а они куда-то делись. Нехорошо получается. Так, вроде идет подключение. Здравствуйте. Здравствуйте, Артем. Как вас зовут? Меня зовут Ирина. Ирина, очень приятно. Я просто всегда рекомендую, чтобы люди свои портреты ставили, хотя бы имя свое писали, чтобы понятно, к кому обращаться. А то так какую-нибудь картинку покажут или какое-то имя вообще не ясно, о чем речь и с кем ты будешь беседовать. Слушаем вас, Ирина. Ранее уже писала, я очень часто вижу вещи и сны. В последних полгода как бы это все усилилось. То есть обычно это даже бывает не в символах, а напрямую. Это редкий дар, честно скажу, потому что обычно снятся символы. Да, вы мне это писали, как бы это очень как-то помогло. Я вам благодарна за это. То есть ранее для меня это было как-то... Я не понимаю, зачем это, для чего это, почему это со мной, почему это я вижу. Но когда вы ответили, что это какой-то дар, мне стало проще это воспринимать. Но у меня вопрос, как бы у меня повторяется один и тот же сон очень часто, то есть сюжет один и тот же. Я вижу постоянно, как я вот на какой-то горе, на каком-то обрыве, то есть страх смерти очень, ну как бы очень сильный. От картинки или от того, что вот вы просто находитесь, у вас страх смерти и вы потом картинку видите? Что первично? Нет, то есть я вижу картинку, я ощущаю, как вот я там лезу или иду по этой горе, по этом склоне и вот ну как бы я вот сейчас упаду, я это понимаю, но я не падаю. То есть я всегда выбираюсь, но настолько ужасный и настолько сильный вот этот страх смерти, что вот всё, я понимаю, что сейчас жизнь закончится, что я всегда вот просыпаюсь и я это всё ощущаю, ну настолько, настолько во сне было. Но вот однажды был такой сон, что, как вы вот говорили сегодня, сон во сне, то есть я понимаю, что это сон, я понимаю, что можно отпустить, как бы, и я падаю, и настолько было приятно, то есть как будто я не чувствую тело, я не знаю, как будто парю, но это было однажды, что я поняла во сне, что я сплю и можно упасть. Не страшно. Всё очень просто. Смотрите, у вас табуированная тема смерти стоит, я уже понял, в чём дело. Табуированная смерть, это у людей, вообще смерть, это что-то запредельное, это что-то страшное, это что-то, после чего жизнь заканчивается, понимаете, и люди всячески держатся за жизнь. И, соответственно, из-за страха смерти люди многого в себе не позволяют, понимаете, блокировать себя. И всячески, с одной стороны, и демонизируют эту тему, блин, смерть, это всё, это плохо, жизнь закончилась, да, как мы без тебя и так далее. Вот куча вот этих страхов существует в народе. А в вашем случае вам просто нужно вот этот блок эмоциональный трансформировать. Действительно, вы правильно сделали, что туда упали. И если это будет повторяться, дайте себе остановку, вот падает до тех пор, пока вы эту проблему не проработаете. Зачем вам это надо? Видимо, в роду, ну, у ближайших предков, да, этот страх смерти присутствует. Проблем нет, а страх есть, понимаете. И он в какие-то моменты актуализируется. Допустим, когда человек СМИ открыл, и там каждый день у нас это дерьмо пишут, да, насильно кто помер, при каких обстоятельствах, ну, понятно, да, кошмар такой, слив идёт информации, которая абсолютно не нужна. А для человека продвинутого или пользователя это просто переход, с которым есть жизнь. И если для тебя там жизнь продолжается, то у тебя страх смерти исчезает, и ты начинаешь видеть души, ну, или видеть информацию, которая из этого мира исходит. Понятно, да? Да. Для того, чтобы в этом просто не боялись. Я поняла, да, ну, да, это очень интересно. А вам она нужна для того, чтобы помогать другим людям. Я тоже иногда эти вещи вижу, когда работаю с клиентом, то есть какие-то родственники приходят, или информация от родственников идёт, да, которые уже ушли из жизни, и они что-то мне сообщают. Но я же не говорю эти вещи, чтобы у людей там диагноз не был поставлен. Но это мне позволяет задать более точные вопросы. Как психологу, да, или как психотерапевт. Понятно, да? И вам то же самое. То есть это не то, что вы там стали человеком с налётом эзотерики, который с ума сошёл совсем, да, или только с духами общается. Ну, понятно, да? Это один из путей получения информации о человеке для того, чтобы ему объяснить, что с ним происходит. И тогда скорость анализа и плотность, она увеличится. Понятно, да? Это тоже один инструмент дара, который надо использовать. Не более того. Да, это очень классно, очень интересно. Для этого просто нужно свои страхи, предрассудки в этом плане трансформировать. Когда человек не боится смерти, он живёт на полную катушку. Если он её боится, он всё, он невротиком становится, понимаете? Да, он пытается цепляться за всё материальное. Вот, блин, без денег жить не смогу, без этого жить не смогу. За людей цепляется, понятно, да? А когда он не привязан, он гармоничен. Да, я поняла. То есть вживую я реально смерти как бы не боюсь, но то, что вы озвучили, да, как бы без мужа жить не смогу, без денег тоже, да, я это поняла. Понятно, да? А он там часто очень с этим сочетается. А не дай бог с этим что-то произойдёт там. Понятно, да? Это всё страх смерти делает, к сожалению. И если ты это понимаешь, ты можешь от этого дела отказаться, и тогда твои психологические возможности, они чище. Твоё сознание, оно более ясное, без предрассудков, и тогда ты видишь реальность такая, какая она есть. И можешь другого человека из этого искажения, в котором он живёт, легко вывести. Ты понимаешь, о чём речь идёт? Тебе интуиция прямо подсказывает о чём. Что не так? Понятно, да? Да, а можно ещё спросить? Тоже про сны. У меня такая ситуация, ну, я не знаю, насколько она будет адекватно звучать. Я во снах кричу. Кричу настолько сильно, что муж просыпается, то есть соседи наверняка там... А картинка какая была в этот момент, когда вы кричали? Это всегда какой-то подсторонний мир, то есть это какие-то привидения, это какая-то... Ну, не знаю. Я же говорю, что у вас возможности есть это смотреть просто... Ну, вот эти блокировки, которые вам навешали, их надо трансформировать. Тогда вы не будете кричать, а будете с этим общаться. Я даже не знаю, что сказать. Ну, да, это бывает раз в месяц, то есть это... Я от этого страха начинаю как бы громко кричать как бы вживую и просыпаться сразу. Ну, всегда это связано только с чем-то подсторонним. Ну, там ничего страшного нет. Подсторонний мир такой же мир, как и любой другой. Всё адекватно, да? Да, конечно. Просто вы когда... Ну, откройтесь этому миру, не будете его бояться, да? Вы перестанете... Вы нормально себя там будете чувствовать. Значит, вам это нужно видеть. Понятно, да? Раз вы это видите. Да. И если вы к этому спокойно относитесь, то всё будет хорошо. Крики уйдут. Ну, да. Только я как бы этого боюсь. Ну, ещё раз говорю. Бояться не надо. Это адекватные, абсолютно адекватные вещи. Да. Я вам ещё расскажу. Когда я первый раз почувствовал, что такое биополе, это было спонтанно. Это не было запрограммированным шагом. Это был шок. И с этим шоком я жил несколько лет, на самом деле. Пока я его не ювелизировал, не научился владеть своим состоянием. Сейчас уже проблем никаких нет. А первой, особенно неделю, это было что-то с чем-то. Если бы я к коллегам-психиатрам тогда попал, мне бы точно диспатализировали. Понимаете, да? Мне тоже так кажется. Ну, чтобы такое не казалось, нужно к этому спокойно относиться. И тогда и ощущения телесные, они будут в порядке. Потому что, на самом деле, я всё время чувствую энергию, она всё время гудит по моему телу. Если только на неё настроить. Если сейчас она выключилась, да, вернее, она идёт, но я на это не обращаю внимания. И я себя комфортно от этого чувствую. Но вначале, когда эти вещи происходят, всегда, ну, некий шок, страх. Потому что я был жутким материалистом. Меня воспитывали так. Я в этой среде рос. И для меня там церковь, это всё, это всё чушь собачья, да, и это всё пропаганда определённая была на тот момент времени. И вот мой скипсис, он постепенно у меня растворялся. Год за годом. Это очень длительный путь трансформации был. Вот человека, жуткого материалиста, человека, который духовный мир открывает. Понимаете, да? И вот это же, ну, путь надо пройти. И, соответственно, вы его проходите. Вас подталкивает жизнь к этому. Ну, просто нужно этого не бояться и всё встанет на своём месте. Ну, да. Я просто не понимала. Бывает вот такое чередование. Вот либо вот этот ужасы, а потом вот какая-то гора и страх смерти. Ну, теперь я уже понимаю, в чём дело. Я вам очень благодарна за ответ. Всё. Пожалуйста. Я попозже разложила. Спасибо вам большое. Удачи. Пока-пока. До свидания. Друзья, идёмте дальше. Кто у нас там ещё заявлялся, сейчас посмотрю. Так. Дарина у нас первая здесь обозначена. Сейчас я вас вызову. Так. Вроде как там ожидания пока. Здравствуйте. Дарина, да? Здрасте. Правильно? Дарина? Да, да, да. Слушаю вас, Дарина. У меня будет, наверное, такой вам запрос, что уже некоторую ночь подряд очень тревожные сны снятся. То есть ко мне ламываются и что-то от меня требуют. Ну, то есть как бы я... Есть предположение, что это связано с деньгами, но они угрожают как и моим близким, так и, в принципе, мне. А какую ночь подряд? Это всего там три ночи? Недели, месяц, полгода? Ну, наверное, неделю. Где-то так. Неделю. А до этого были подобные сны? Ну, то есть они были какие-то тревожные, то есть где-то, может быть, за год я просыпаюсь от такого-то сна, который тревожный, но он не обязательно был такого характера. А тревожность с какой темой связана? До этого был сон. До этого сон был, что мы с моим отцом находим деньги в лесу и на нас нападают, но требуют от... Ну, это как бы как... Что мы напали на его друга. Ну, что как-то так. То есть, типа, мы нашли деньги, но они требуют не это, а они требуют чего-то другого. А сейчас ко мне приходят в дом и тоже что-то начинают требовать, и я предполагаю, что это деньги. Я просыпаюсь в таком прям уж мокром поту. Дарина, скажите, у вас наследственные вопросы решены в семье? Ну, решается с опекунством там далеко. Ну, вот с этой темой связано. То есть что-то вот... Кто-то там вокруг вас или за вас делит какое-то наследство, которое может вам как-то... ну, иметь к вам отношение. Понимаете, да? И вот вы это видите. Это чужие переживания, но они вас касаются. Вы их улавливаете и вас не видите. Просто вы там, я не знаю, какую часть или какую активность к этому имеете, да? Ну, свое отношение к этому выработаете, там, решите все вопросы и отпустите эту тему. Тогда сны на эту тему прекратятся. Мне это напрямую не касается, то есть я слышу только разговоры, да? Но в ближайшее время я думаю, что... Да. То есть вас никто вот так вот, понятно, да? Сегодня никто у вас не умер, слава богу, да? И вот сегодня этот вопрос не должен решаться. Но эта тема, она ваше будущее, к вашему будущему имеет отношение. И за вас какие-то люди это пытаются решить. Ну, что-то происходит в этом плане. Я вот так информацию воспринимаю, понятно, да? Видя вас первый раз. Поэтому если этот вопрос требует проработки, с вашей стороны, вы его проработаете. И сон вам об этом говорит. Ну, просто... Я вообще хотела с вами пообщаться. Просто в последнее время, ну, как бы, очень тревожность вообще проявляется во всех сферах. Вот. И очень много сомнений. То есть я понимаю, что это, скорее всего, во мне. И мне не хватает никакой-то уверенности, да, в принятии решений. Там, вот... Тоже я хотела запустить... Дарина, куда ты... Колебать чуть сильно на это. Да, чуть-чуть подвисли. Смотрите, с чем часто у человека связано некая неуверенность? Когда он начинает взрослеть, и жизнь ему начинает представлять какие-то новые требования. И этих требований может быть несколько. То, что у вас сейчас происходит. И когда это оптом происходит, у человека тревога просыпается. Он не знает, за что хвататься. Понимаете? И сон вам может говорить, с чего надо начать. И казалось бы, эта проблема сейчас не так актуальна. То есть нет, сегодня там дедушка не умер, не надо пилить его наследство. Я вот примером вам говорю, да? Вот. Но тем не менее, этот вопрос уже основополагающий. А какую ценность я несу в этом мире? На что я должна рассчитывать? Да? Или что я вижу? А есть ли смысл мне там как-то к какому-то своему наследству иметь отношение? Либо нет. Либо от этого всего отказаться и идти своей дорогой рассчитывать только на себя с нуля. Понятно, да? Это вопрос, который требует сегодняшнего решения. И когда вы этот ворох вопросов с кем жить, на что зарабатывать и так далее, для себя решите, я вот так хочу жить. Понятно, да? И начнете это воплощать в жизнь, тревожность идет. Потому что появятся действия. Ну, хорошо. Вот в плане того, что там понять, чем заниматься. Мне вот это очень сложно. То есть я сейчас на таком распуте того, за что мне взяться. То есть то, чем я занималась, мне не приносит такого удовольствия и не вижу себя до конца в этом. То есть я тоже пытаюсь искать знать... Вы, кстати, где живете, Дарина? С какого города? Я с родителями сейчас живу. Где? А планирую переехать к парню. Я понял. Где это? Какой город? Город Киев. Киев, да? Смотрите, вот для того, чтобы вы приняли решение, вы больше вода по структуре. Вам нужно... В Киеве, конечно, река там есть, но вам надо к морю съездить. Вот устроите себе какие-то каникулы, на недельку, допустим, съездите к морю и там позадавайте себе вопросы. У вас ответы придут. Все, что вас сейчас беспокоит. Просто как раз проект, и он, собственно, и будет реализовываться как раз возле моря. Ну, прекрасно. Ну, вот еще раз объясняю, что вам... То есть попробовать, да? Да, нахождение в среде, там, где есть морская стихия и визуализация, да, постоянно, если утром, видите, она у вас в голове все на место становится, в энергетике все на место становится. И вы лучше понимаете, чего вы тогда хотите. Поэтому, если такое продолжение есть, я бы им воспользовался на очень месте. все будет отлично. Я поняла. Спасибо большое. Все, удачи, да. Да, до свидания. Видите, друзья, когда интуицию включаешь, тогда все проще получается. Ну, и быстрее, потому что так мне надо было, наверное, полгода ее анализировать, чтобы понять, в чем здесь, скажем, проблема. Так, Елена у нас на связи. Давайте, Елена. Остальным тоже приготовьтесь, постараюсь сегодня со всеми пообщаться, те, кто хочет. Так, ну что, срыв связи. Елена, что такое у вас тут? Так, Лана, так, по-моему, вы заявку тоже отправляли. Ну, не все те, которые просились, пять человек, я их сейчас вижу. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. А, Светлана. Понятно. Сократили, понятно. Да, ну, там много моментов. Хорошо, Светлана. Я хотела вам сказать вопрос. Да, давайте. Да, по снам. Мне часто снятся сны, и один меня очень сильно волнует. У меня есть старшая дочь, ей почти три года, и мне приснился сон, как будто все женщины моей семьи, конкретно моя бабушка, потом моя мама, потом я как будто наблюдаю со стороны, и моя дочь стоит, все поникшими головами, вокруг, как, знаете, дрессировщики есть, ну, не дрессировщики есть, а как будто дрессировщик взмахнул вот этим лассо, и лассо огненное, и все вокруг этих женщин стало огнем, а рядом тигр. и дрессировщица женщина как-то бабушке-гадалке ходила, вот как будто эта женщина стоит, ну, около них, и вот этим лассо взмахивает. Почему этот сон? Когда она вас снилась? Очень приятно. Когда он снился? Ну, месяца четыре назад. Месяца четыре назад. А подобные сны были еще? Нет, никогда. Никогда. А вообще, какие часто сны снятся, на какую тему? Ой, сны разные, путешествую вообще везде. И свечи очень часто снятся, зажженные свечи, и они куда-то пропадают, ну, как будто вот я с этими свечами хожу, или эти свечи где-то около меня находятся. Еще, когда мне было 16 лет, у меня умерла подруга, и она мне очень часто снится, и снится, как будто бы она умерла от рака, хотя она вроде умерла от установки сердца, и постоянно снится момент, что она куда-то идет, я рядом с ней, она все время как будто хочется от меня отвязаться, и говорит, Свет, зачем ты за мной ходишь? И вот, вот на протяжении практически такого же количества времени, в каком она умерла, она мне постоянно снится. Ну, тоже не могу объяснить такие моменты. Но все-таки больше волнует про дочь. Вот это самое волнует, да, про дочь, с этим связанным. А скажите, а вы в полной семье сейчас живете? Ну, я живу с мужем, у меня две дочки, старшая дочь 3 года, младшая вот недавно, 7 месяцев исполнилась. А как с мужем у вас отношения стали складываться? Как сюжет и их завязывание? Сюжет, конечно, очень интересный, мы, наверное, какие-то родовые сценарии прокручиваем, потому что у меня самой был недавно момент, когда я перестала общаться со всеми своими родственниками, но благодаря одному знакомому, грубо говоря, развязала весь этот моток, разобралась в своих эмоциях, в своих чувствах по отношению к ним. Ну, видимо, сейчас у мужа такая же стезя предстоит, потому что, ну, так скажем, с рождением первого ребенка, точнее, с беременностью, с первой моей у нас отношения очень сильно ухудшились. Но мы работаем, точнее, я очень много проработала, конечно, в этом направлении сейчас, но немножко лучше стали отношения, немножко. Сон об этом, то есть, дрессировка, дрессировка и огненные стихии, которые вы видели, это трансформация, то есть, понимаете, это трансформация обстоятельств сформирования вашей семьи, то есть, вы стали чувствовать, что связь с родками, с предками сейчас требует трансформирования, и вам сон об этом показывал. Понятно, да, что через огненную стихию очень часто идет трансформирование, тем более, если вы огонь, понимаете, да, огонь, это, значит, о чем говорит, если у человека активная эта энергия, у него энергии много, но если в семейном сценарии она заблокирована, то это будет мешать жить, понимаете, да, и требует анализа того, что досталось по наследству и взаимоотношений текущих, которые сформировались, и это очень часто болезненный процесс, сопровождающийся вот и скандалами, и руганью, и отказом от общения. Понятно, Светлана, о чем вы говорите? Ну, не совсем, если честно. То есть, вы считаете, что у меня стихия огонь? Да, через стихию огонь вот такие сны часто снятся, то есть, еще раз объясняю, когда вы начинаете выходить на новый уровень в своей жизни, в эмоциональной, в душевной жизни, то вы начинаете чувствовать те блоки, которые вам мешают это сделать, которые вами руководят, вас дрессируют, понимаете, да, то есть, вами манипулируют, по сути дела, и то, что имеет наследственный характер, поэтому и видели себя, дочь и так далее, понятно, то есть, вот череда определенная, но это требует закалки, это требует осознавания, требует управления этим процессом, поэтому вам подсознание это показало, что предстоит трансформация, знаете, как вот свечу поджигают, да, и воск выливают, тоже такая деревенская методика, которая позволяет страхи у человека снять и трансформировать его в биополе, вот нечто подобное, вы это дело и видели, в принципе, вы можете, если вот практикуете какие-то вещи, со свечами может работать, если дома свечку поставите, церковную, вам от этого легче становится, соответствует вашей энергии. Честно, не практикую. Ну, нельзя, вот если свечку пробовали когда-нибудь дома зажечь, и даже на огонь посмотреть, вам от одного этого действия станет хорошо. Есть такая методика, да, я раньше этим занимался, когда берешь свечку и вокруг дома проходишь, в квартире, где живешь, и тогда негатив трансформируется. У вас это будет хорошо работать. Можете попробовать зажечь и посмотреть, что будет после этого. Настроение точно будет лучше. Ну, на самом деле, правда, я извиняюсь, перерываю, такая ситуация, что у мамы несложившаяся судьба по женской части, да, в плане без мужа осталась, бабушка тоже без мужа осталась. Ну, в плане дочки, я полагаю, что это лишь, как вы говорите, ну, в общем, есть над чем поработать, верно, чтобы у нее такая же судьба не была. Ну, так же, как и у меня, такой же судьбы не было. Да, то есть, начнете себя. Если у вас все будет хорошо, то тогда на этом опыте дети могут, отталкиваясь от него, формировать свой опыт, понимаете, да? А то болото, которое вам по наследству досталось, оно требует осушения, требует трансформации. Его надо просто поджечь, понимаете, да? и засыпать чем-нибудь хорошим после этого. Поэтому поработайте с огнем. А может быть, вы мне посоветуете какую-нибудь почитать? Что-что? Может быть, вы мне книгу какую-нибудь посоветуете почитать на эту тему? Ну, понимаете, я считаю, что любая жизнь человека это огромная книга. То есть, смотрите, как складывается ваша судьба, как вы управляете этим процессом и что вы можете для этого делать. Поверьте, ваши возможности, они безграничны в этом вопросе. Просто с чего-то надо начать. И сон вам, так сказать, в подсказку идет. Спасибо вам огромное. Удачи. Счастливо. Доброго свидания. Так, кто у нас там следующий? Сейчас посмотрим. Так, 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 Ну, друзья мои, кто заявлялся, вас нет. Я сейчас надо других людей беру. Так, вот Светлану сейчас возьмем еще одну. Да, свечкой работаете, замечательная штука. Только один из инструментов работы. Да, да, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Это я прячусь от всех. От кого прячетесь? От нас не спрячетесь. От всех, кто мы прячетесь. У нас тут уже больше 90 человек. А, нет, от вас не прячутся, я от домочадцев, чтобы меня не отвлекали. Слушай, а с чем вопрос? Ну, вот про сны, да, я так поняла, что, ну, у меня, наверное, два варианта будет таких, которые чаще всего снятся, и вот, ну, как-то переживания какие-то, да, с этими с нами связаны. Ну, вот один из них, это вот последнее время, больше всего это я сню, то, что я то, то по каким-то подземельям, что-то все бегаю, от кого-то убегаю. Я не могу сказать, что у меня прям страх сильный внутри, но у меня такое, ну, вот я, то есть от кого-то бегу, причем, ну, точно не знаю от кого, да, но я знаю, что я найду выход вот во сне, да, я знаю, что я этот выход найду, и, как правило, я вот, ну, на самом деле выхожу, то есть на поверхность, да, если это было какое-то подземелье, или вот как метро бывает с ню, То есть эти сны бывают, происходят по-разному, но примерно сюжет одинаковый. Потом вот тоже, ну даже сегодня. Это на протяжении этого года сон снится, да, такой вот с подвалом? Да, да, где-то года, наверное, и есть. Вот сегодня тоже там снила, ну вот не подвалы, да, но на машине я от кого-то там что-то по лесам уезжаю, прячусь, прячу эту машину, чтоб не нашли что-то такое. Вот, то есть, ну, постоянно куда-то прячусь, куда-то от кого-то убегаю. Светлана, какое послевкусие у вас от этих снов? Послевкусие, когда просыпаюсь, да? Да, вот как вы в ощущении, какие от сна идут? Сложно даже как-то описать, я просто не понимаю, что это такое, да. Вот послевкусие какое? Вы можете это не понимать умом, а ощущения какие от сна? Как вы себя чувствуете наутро, я бы так сказал. Я не могу сказать, что я себя очень прям как-то негативный или страх какой-то сильный, нет. Ну вот просто что-то такое, ну, неприятное, скорее больше неприятные какие-то ощущения есть. Ну вот прямо писать, ну, я не могу, наверное. Не можете. У вас сколько детей? Один. Один. И что, хотите родить? Ну, я подумываю об этом, но боюсь. Ну, вот вам это и снится, понятно, да? То есть вот выход из трубы – это рождение. Образ его. Вам подсознание об этом говорит, что ваш внутренний мир для этого созрел, а сознание ваше не пускает. То есть вы вот боитесь этого. Получается конфликт. И вы этот конфликт видите в виде вот таких вот картинок. Бояться не надо. Можно отложить этот вопрос, но бояться этого не надо. Ну, может, да. Поняли идею, да? Ну, да. Поэтому вы на самом, где-то в глубине души, вы об этом задумываетесь. Но сознание там денег нет, еще что-то, еще какой-нибудь бред придумывает. Ну, да, да. А я лично, да, я отец четырех детей, всегда подразумеваю, знаете, какой принцип? Бог дал, Бог даст на все. Ну, да, это да. Понятно. И в моей жизни именно так и складывается. Поэтому, ну, хотите – берите это на вооружение, хотите – нет. Это вам решать. Но сон, с моей точки зрения, говорит обратно. Хорошо. А еще можно один? Да, давайте. Еще, ну, как-то последнее время меня отпустило, да, по этому поводу. А раньше очень часто снила какие-то существа, вот я бы так сказала. Не знаю, может, я сейчас неадекватно буду казаться. Но причем самое интересное, что я знаю запах этого, вот, я это называю мир, да? То есть вот когда я вхожу в этот мир во сне. То есть вот прям я знаю этот запах. Ощущение, что я не сплю. Вот совершенно ощущение полного вообще бодрствования, я не знаю, ну, реального мира. Очень настоящее ощущение, да. И вот там какие-то такие существа, я не знаю, как их обозвать. Они разного там размера бывают, да. Но, как правило, это худые достаточно. Ну, могут быть единственное, что крупные. Но чаще всего худые. Лысые, непонятно, ну, лысые, да, непонятно, мужчина, женщина, то есть бесполые. То есть по лицу все бесполые. Ну, как правило, они там, я не знаю, голые в повязке, вот такого плана. И вот я их раньше очень боялась. Я всегда во сне, я понимала, что, ой, я не сплю, но я если вот начну там, допустим, я очень аж прочитаю, вот тогда они исчезают. Или я там начинаю, потом я уже начала, как будто бы какие-то звуки издавать во сне, чтобы они уходили. А чем вы занимаетесь, вы кто по профессии? Я вообще, ну, у меня было свое дело, а сейчас я в декрете, пока. Ну, а образование какое у вас? Лингвистическое. Лингвистическое, то есть вы языковед, да? А работали по профессии? Нет. Никогда не работали? То есть, скорее, как дополнительная опция такая появилась. Ну, да, в итоге получилось, да. А когда вы, ну, свое дело, вы активно работали, это в какой сфере деятельности это, что это за бизнес? Боже мой, торговля, зоотовары. Ну, магазин какой-то, да, наверное, скорее всего? Все дело в том, что, вероятно, у вас была возможность, и она до сих пор есть, увеличить свой бизнес, масштабировать то, что называется, но вы этого побаиваетесь немножко. Понимаете, да? То есть, я это вижу, вот эти сущности, которые вы видите, это возможности, на самом деле, это люди, с которыми надо общаться. Но они для вас вот пока вот такие формы приобретают. И вам сложно. То есть, с одной стороны, где-то есть перспектива, но вам сложно в нее шагнуть, даже как с рождением. Вот то же самое. Понятно, да? Это образы людей, как вы их воспринимаете, как винтики. А для того, чтобы коллектив выстроился, надо каждого видеть как живого человека, как вот равного себе. Понимаете? А у вас есть такая склонность, ну, просто, ну, вы еще мало опыта, вы иногда, ну, не видите за человеком человека. Угу. Понятно, да, о чем мы говорим? Ну, да, я понимаю. Вот. Нужно научиться разглядывать в каждом человеке, который пришел, какие-то возможности, перспективы, личность, богатый внутренний мир. И тогда у вас появятся новые возможности, у вас энергии станет больше. Угу. Понятно, о чем мы говорим? Все равно, что вот, когда человек ботаник, да, разбирается в цветах, он на поле выйдет и будет вам все рассказывать. Ему будет очень интересно, и он вас в этот мир втащит. То же самое, когда вы умеете в человеке видеть человека, и ему станет интересно с вами общаться, значит, он вам поверит. А значит, захочет с вами сотрудничать, или там, на вас работать, или на ваше дело. Понятно, да? Угу. Вот этого навыка немного не хватает в реальности, поэтому сон об этом говорит. Угу. Уловили? Ну, да, я уловила нить. И даже, знаете, как бы деньги есть, и даже видите нишу рынка, но страшно сделать рывок, у нас вот этого не хватает механизма, умения выстраивать команду. Хотя задатки к этому есть. Да, так, наверное, и есть. И вот над этим надо вам поработать, я просто рекомендую это сделать. Угу. Тогда у вас все, на свои места будет разворачиваться ситуация в хорошую сторону. Угу. Спасибо большое, поняла. Все, Светлана, удачи вам. Спасибо вам, всего хорошего, до свидания. Да, друзья, мы двигаемся дальше. Так, 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 так. Екатерина, добро, 13, давайте я сейчас вас возьму. Приготовьтесь. Кто-то спрашивал, как в чат, там заявку, когда вы входили в наш прямой эфир, там была заявка, вы могли бы заявиться в чат, и если вы в списке есть, я с удовольствием вас возьму. Вот, я же не могу вас там выискивать где-то, не пойму, есть вы или нет. Вот, Вероничка, 13, я видел, что вы спрашиваете, надо заявку, чтобы вы отправили, тогда я вас возьму. Так, чего у нас сорвалось? Так, смотрим, кто еще есть. Так, 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 Зарина. Так, давайте, Зарина, вас возьму, вы первая, мне сейчас стоите. Время идет, у нас не так его много. Сделайте запрос, Вероничка, я вас возьму следующим номером. У нас там еще минут 10 есть примерно. Я. Не меньше уже. Да, здравствуйте, Зарина. Здравствуйте, Артем. В чем вопрос ваш? У меня такой вопрос. Мне в какие-то тревожные моменты в жизни, ну такие, не очень тревожные, снятся сны, которые злые какие-то сны. В общем, я когда просыпаюсь, у меня ужасное состояние, неприятное. В основном это бывает, эти сны происходят у моей бабушки в доме, в квартире, во дворе. То есть все, что плохое, все, что судьбоносные какие-то, все какие-то странные сны, они практически все снятся там. Так. Так. У моей бабушки тяжелая судьба, она потеряла мужа в 40 лет, трое детей и, в общем, дети тоже не очень удачные, кроме моей бабы. Вот. И вот как-то вот и сны такие вот бывают неприятные. То кто-то ломится в двери, какое-то зло, тот за мной там гоняется, какая-то тоже сущность какая-то непонятная, злая. Я понял. Вопрос-то в чем ваш? Картина поясна. Ясна? Вот. Я не понимаю эту картину. Почему? Да и все очень понятно. Бабушка, это же явный объект, у которого, вы же сами подтверждили, у кого проблемы. Когда они у вас возникают, вы резонансно видите эту картину, понимаете, да? То есть вот эти переживания в виде вот каких-то сюжетов, которые там возникают. Хотите от этого избавиться, надо прорабатывать образ бабушки и то эмоциональное наследство, которое вам достало. Есть у меня целый вебинар «Исцеление сего рода». Вот ты можешь его скачать и с ним поработать, и тогда вам многое станет понятно. И эти сны приобретут другой характер. То есть вот даже недавно мне снилось, что я вижу с окна вулкан. Вулкан, который вот извергается, потом этот вулкан превращается в водопад, и это я вижу потом, оказывается, что с окна дома своей бабушки опять. Еще раз объясню. Но я вам говорю, что вы смотрите часто ее жизнью, да, вообще на жизнь. Просто у меня тоже трое детей, и по характеру мои дети один в один идут, как и у нее. И вот это вот за мной идет, вот у меня даже страх. Еще раз объясняю. Вам подсознание говорит, что надо проработать эту связь. Я вам еще раз это объясню. Для того, чтобы сны приобрели другой характер, и жизнь стала качественной. Здесь все очень очевидно. Хорошо. По этому заранее. Работайте, и все будет хорошо. Давайте, друзья, идем дальше. Так, 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 так. Кто у нас еще здесь попросился? Давайте мы сейчас еще Елену возьмем. Драгоценные камни, чем они снятся? Еще раз говорю, надо... Это какие-то могут быть возможности ваши, которые вы недооцениваете. Оля, ок, 0,8. Может быть, но надо смотреть. Бегу, падаю, встаю, бегу дальше. И так постоянно, но на ощупь уже всегда падает, потом встает. Надо смотреть. Движения всякие. Это с решениями, с движениями по жизни очень часто смотрят. Друзья мои, если вы заявляетесь, надо быть на связи. Так, иначе я вас не могу взять. Оба в чем? Вариантов миллион может быть. Для того, чтобы расшифровать сон, нужно прочувствовать вас. Что сегодня раздает на рублевке, Алексей? На рублевке сегодня раздает прямой эфир. Примеряю обувь во сне. Ну, что-то пытайтесь в какую-то ситуацию на себя одеть или принять какое-то решение. Опять же, это все примерно, потому что надо вас видеть. Надо видеть ваше поле, что на самом деле внутри вас содержится. И тогда соединить это с тем, что есть. Здравствуйте. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте. У нас, возможно, будет поддержка связи, потому что я очень далеко вам звоню. Я, в общем-то, задала свой вопрос. Это же интернет. А как может быть это далеко? Да? Ну, слава богу. Давайте только быстрее, потому что у нас две минуты осталось прямой связи. Да, вопрос такой. В последнее время, ну, наверное, даже целый год где-то, мне снятся очень такие яркие, красочные сны. А вот, и как бы в этот момент, я вот уже сейчас уже, я не совсем осознаю, это реальность или, ну, как бы это происходит настолько ярко, что это как бы со мной на самом деле. И когда я просыпаюсь, мне всегда кажется, что я действительно там была, и это действительно как бы часть моей жизни, которую я проживаю. А вот, вот у меня такой вопрос. Это нормально вообще или не очень? То есть, как бы жизнь разделилась на две части. Вот он или я ухожу с ним? Я вам скажу, это очень нормально, надо наслаждаться своей жизнью и во сне, и на его. Хорошо. Понимаете, да? Потому что я уже... Да, потому что... Смотрите, у вас богатая натура и хорошо развита интуиция. Поэтому людям с этими возможностями, да, снятся вот такие сны очень реалистичные. И это хорошо. Вот. Значит, с этим работайте, вы начнете информацию более точную себе получать. Замечательно. Спасибо вам большое. Все, удачи. Спасибо. Всего доброго. Да, время наше подходит к концу. Я, к сожалению, не ответил на все вопросы и не всех принял в прямой эфир. Тем не менее, если вы хотите более плотно пообщаться, с этого воскресенья в 19.00 стартует курс по исцелению. Пишите заявку в директ, и тогда мы с вами встретимся. Все. До следующего эфира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok